К сожалению, никого не вижу, но я рад, что мы возвращаемся к нашему семинару. Итак, последняя тема, на которой мы останавливались, это блоки из саманного кирпича. Накопилось несколько вопросов, сейчас отвечу. Так, 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 какой краской красит саманный дом? Хорошо, люди появляются снова. Так, важный момент по поводу защиты стен, рад уж такой вопрос возник, как бы отвечу, но уточню, что мы об этом будем еще больше говорить, потому что тема важна. Очень важно, чтобы наружная защитная оболочка, либо это краска, либо это штукатурка, либо это какая-то там другая отделка, какой-то гидрофобизатор. В любом случае, наружная штукатурка воздух должна пропускать лучше, чем внутренняя. То есть, для чего это необходимо? Для того, чтобы пар, который есть в воздухе, когда вы внутри там готовите, стираете, дышите, вы все время как бы выделите пар наружу, скажем так. И этот воздух, который полон, как бы воды, он проходит через стены. И если он прошел внутреннюю штукатурку, то он должен выйти наружу, не натыкаясь ни на какую пленку, ни на какое перекрытие. В любом случае, краска это штукатурка, гидрофобизатор. Наружная отделка должна воздух пропускать лучше, чем внутренняя. Это основное правило. А какая краска будет в результате, это уже как бы ваш выбор. Можно использовать натуральный и ненатуральный. Теперь переходим к другой очень важной теме, которая мне нравится намного больше. Это монолитный саман. Из своего опыта могу сказать, что работал и с тем, и с другим материалом. И использование саманных блоков оправдано в очень большом количестве случаев. Но монолитный саман все-таки более универсален, на мой взгляд, прочный, больше создает возможности для дизайна. И один из очень больших плюсов это то, что с монолитным саманом могут работать, на мой взгляд, абсолютно все. То есть выглядит эта стена приблизительно вот так. В процессе строительства, в процессе создания. То есть стену вы по сути вылепливаете. Для того, чтобы формировать нужную ширину стены, для того, чтобы стена была достаточно ровная снаружи и изнутри, ее после того, как саман слегка подсыхает, обрезают лишнее. То есть суть процесса такова. Есть у вас фундамент. Вы выкладываете слой самана толщиной приблизительно 30 сантиметров. После того, как вы этот слой выложили, проходит где-то 12 часов. Эта саманная смесь застывает и становится такой консистенцией, когда ее уже удобно резать, но она еще не засохла очень сильно. И вот на этом моменте вы этот саман формируете. Вы обрезаете все лишнее, используя мачете, лопату или старую ножовку. Это приблизительно происходит так, как показано на слайде. Обязательно важный момент, который с монолитным саманом хочу отметить. На всех этапах строительства очень низкая травмоопасность. Очень низкая. Потому что вы можете на любом этапе саманные куски глины, куски самана перебрасывать, подавать человеку на уровне второго этажа, бросаться. И всегда женщины, дети, старики, все желающие, неквалифицированные работники могут всегда принимать участие. Если речь идет о строительстве из монолитного самана, достаточно, чтобы на стройке было 3 квалифицированных специалиста и 15 человек-помощников. Этого хватит для того, чтобы всех этих людей организовать, всех 15 непрофессионалов, и для того, чтобы дать всем работу. Основная функция организаторов, специалистов будет заключаться в том, чтобы правильно сделать замес, поруководить людьми. И потом показать, как правильно выкладывать это на стены и следить за ровностью стены. Следить за тем, чтобы стена была вертикальна. Итак, хороший слайд, на котором бросаются глины. Картинка мне нравится. Теперь, как мы следим за вертикальностью стен. Вертикальность стен мы проверяем при помощи отвеса или уровня. Особенность работы с глиной в том, что вы всегда можете это исправить. Если вы где-то что-то там пропустите или будут какие-то ошибки, поскольку вы сами это создаете, вы всегда можете это поправить, изменить. Вы постоянно, если будете проводить корректировки, то вероятность какой-то глобальной ошибки отсутствует. Вы все время можете находиться в курсе того, что происходит, и всегда исправить, если есть необходимость. Это одно из преимуществ, когда вы работаете сами. Так, что на этом слайде можно отметить, что такое важное можно вам дополнить, что можно показать. Вот эта вот часть стен, которую я показываю сейчас с курсором, она уже подсохла, ее подрезали. И благодаря тому, что на стене есть небольшие неровности, будет хорошо держаться штукатурка, нет необходимости набивать драмку. Вот эта вот часть самана, которая еще сырая, которую хорошо видно на слайдах, что она еще сырая, более темная, где-то через часов 8 ее можно будет подрезать. То есть она будет такой консистенции, когда ее можно будет уже формировать. И еще важно на этом слайде отметить использование вот этих бревнышек, которые вмурованы в стену. Получается, что эти бревна, которые были распилены вдоль, вмурованы полностью по всему периметру стены через каждые 3-2 метра, 3-4 по-разному, от 2 до 3 метров. Эти бревна потом используются для того, чтобы на них сверху уложить доску и пользоваться ими как лесами. То есть не надо делать козды или леса, вы просто вмуровываете доски непосредственно в стену и пользуете с этим для того, чтобы работать на высоте, на возвышении. Толщина стен в данном случае, как бы на этом этапе строительства, где-то порядка 60-50 сантиметров. 60-50, где-то так вот. Делали таким хорошим запасом и дом получается довольно-таки прочный. В прошлом году, насколько я знаю, хозяева уже накрыли крыши. То есть в чем суть хорошего строителя очень часто заключается? В том, чтобы приехать и организовать тех людей, которые там уже собрались и которые готовы работать с этим материалом. Вопрос от Андрея. Почему не используют опалубку? Потому что в данном случае использование опалубки было бы очень сложно. Дом неправильной формы совершенно. Но если сверху на него посмотреть, он похож на фасалину. Если речь идет об использовании опалубки, то сразу возникает вопрос о том, что должна быть, во-первых, квалифицированная рабочая сила, которая может эту опалубку выставить. А во-вторых, использование опалубки – это дополнительный затрат. Один метр хорошей опалубки, качественной, той, которая продается на рынке для разных серьезных работ, может стоить от 70 до 200 долларов за квадратный метр. Если речь идет о простой деревянной опалубке, которая сделана своими руками, то в данном случае это сильно работу не ускорит. А благодаря тому, что саман используется монолитный, и вы его подрезаете, когда он подсох, необходимости в опалубке вообще нет. То есть, вы сводите к минимуму использование дополнительных приспособлений. Это дает определенную свободу. В любой момент можно сделать любой загиб, любой наклон, какой вы считаете нужным. При использовании опалубки это было бы сложнее. Расскажите про оптимальные формы домов. Все ли они экологичны для человека? Хороший вопрос. Форма очень сильно влияет на человека, как бы там ни было. Все, что нас окружает, оно оказывает на нас определенное влияние. Если вы в доме проводите порядка 8 часов хотя бы, или большую часть жизни у кого как складывается, кто-то в доме только спит, кто-то проживает, наверное, процентов 70 своей жизни. На вас влияет то, что вас окружает, ваша форма. Поэтому можно было бы при желании отдельный семинар посвятить или просто лекцию. Так вот, рядом с вами находятся формы, которые являются природными. Дерево, животные, растения, холмы, любой природный пейзаж, который вы видите. Если вы эти формы увидели и они для вас приятны, значит используйте это для себя в строительстве и в дизайне. Если речь идет о том, что вам хочется быть сдержанным, ограниченным и дисциплинированным, для вас идеально подойдут прямоугольные формы. То есть в чем особенность любой формы? Она может влиять и может задавать движение или направление. То есть если форма вытянутая вверх, как у храмов, которые стремятся к высоте, это создает для людей стремление к чему-то возвышенному. Если вы хотите быть приземленным, хотите быть, как это сказать, очень материальным, вы можете делать плоский дом, который будет как будто бы врастать в землю. Это создает ощущение приземленности, для кого-то это уютно и комфортно. Кому-то нравятся прямоугольные конструкции, потому что это их дисциплинирует определенным образом. Поэтому я считаю, что для любого человека есть возможность выбрать то, что ему подходит. Важно, чтобы он себя не ограничивал какими-то рамками окружающих, чтобы он выбрал то, что ему больше нравится. Если вот от Ивана вопрос по поводу метрики русских сажений, я изучал эту тему, изучал русские сажения, изучал золотое сечение, числа Фибоначчи и много нюансов выяснил. И сделал для себя такое открытие, что и русские сажения, и многие метрики в древности у каждого мастера были свои. И они были связаны исключительно с тем, какая у него структура тела. То есть он мерил все локтями, ладонями, пальцами, используя размах рук, используя свой рост. То есть, по сути, каждый человек, когда строил, он строил, используя свои размеры. А размеры человека – это естественные природные размеры. То есть, грубо говоря, если вы будете строить для себя, не используя особо рулетки, не привязываясь к ним, то вы почти машинально построите этот дом, используя природные метрики. Если речь идет о формах, то создавайте формы, в которых вам будет приятно. То есть отсутствие прямоугольных каких-то конструкций, отсутствие идеальных плоскостей дает вам природное ощущение. То, что могу от себя сказать вкратце. Так, идем дальше. По поводу самана монолитного. Ну, это домики, которые были построены по этим технологиям. В данном случае используются фотографии зарубежных сайтов. Красивых домов из монолитного самана, которые уже полностью завершены, на самом деле не так много. А те, которые есть, они устали от журналистов, поэтому просят о них не рассказывать. К сожалению, так бывает. В чем особенность современного строительства из самана? В том, что эти дома подходят абсолютно для любого стиля. Если вы хотите создать что-то домашнее, что-то уютное, вы можете применять глину, саман монолитный или кирпич. И если вы хотите что-то получить шикарное, экзотичное или что-то экстравагантное, вы тоже можете применять саман. Особенность самана в том, что он принимает любую форму, любую задачу. На мой взгляд, это материал уникальный, и его можно применять там, где у вас есть желание. Если вы будете строить для себя сами, вы можете сэкономить. Если вы будете строить и нанимать других людей, вы можете сэкономить на материалах. Но с точки зрения трудозатрат, этот материал довольно-таки трудоемкий. На данных слайдах вы видите отель «Френтхаус», который был построен под Днепропетровским архитектором, которого зовут Юрий Рентофт. Один из ведущих специалистов по экологическому строительству на Украине. Я для себя считаю его как своим учителем. Он очень много сделал для развития именно этого направления в мире, не только на Украине. У него есть очень много наград на современных плотовках. Много лет занимается этот человек и мебелью, и дизайном, и проектированием огромных посолков. И несмотря на то, что человек очень достиг больших высот в архитектуре и дизайне, он все равно сохранил нормальное отношение к окружающим, к природе, и очень много работает именно с натуральными материалами. Причем применяет их и для каких-то очень эксклюзивных каких-то объектов, каких-то загородных комплексов и применяет для обычных жилых зданий. Так, вопрос от Ивана. Вопрос по достраиванию дома в дальнейшем зоны стыков монолитных стен. Возможно, вы потом об этом расскажете. По поводу соединения стен, которые уже построены, саманных, монолитных и прочих. Если у вас есть желание присоединиться к уже существующей монолитной стене из саманов, желательно использовать деревянные колья. То есть эти колья забиваются в стену после того, как просверлены отверстия. Это самый такой простой способ. Если вы уже заранее знаете, в каком месте вы будете достраивать стену или перегородку, то вы можете изначально туда замуровать какие-то палки, которые будут торчать наружу. Если вы не переживаете из-за использования какого-то металла, можете замуровать проволоку, на которой наматана палка. Палка замуровывается в стену, проволока торчит наружу. И потом вы, когда достраиваете, применяете. Все варианты с присоединением к существующей стене используются и подробно показаны в книге «Дом из сама на философии и практике». Очень рекомендую эту книгу до практического занятия хотя бы немножко полистать. В интернете найдите книгу «Дом из сама на философии и практике». И там большая часть вопросов, которые мы сегодня обсуждаем вкратце, там эти все вопросы разжеваны подробно. Вопрос от Владимира. Пропорция глина, песок, солома и для монолита. Хоть для монолита, хоть для кирпичных блоков пропорция как бы одна этаж. Вам нужно взять вашу глину, с которой вы будете работать, добавить в нее количество песка разное, сделать несколько разных тестовых кирпичей и потом проверить эти кирпичи на прочность. Тот, который будет самым прочным, ту пропорцию для себя и выбирается. Если у вас есть возможность работать с несколькими видами глины, можете выбрать то, что вам больше подходит. Если, допустим, вы сделали тестовые кирпичи, то проверить можно с помощью того, что вы просто роняете на твердую поверхность, на бетон, на асфальт, с высоты человеческого роста. Можно проверить еще кирпичи на гвоздистость. Как проводится этот тест? Уже готовый высушенный кирпич тестовый, вы забиваете гвозди. Чем сложнее гвоздь вытягивается из саманного блока, тем лучше считается его качество. Это тест, который описан в советских справочниках. Можете попробовать. Так, вопрос от Ивана. Нет ли проблемы из-за того, что сама стена имеет толщину 50 см, а стык 100 см? Не совсем понимаю вопрос. Я думаю, что мы будем более подробно это обсудить. Надеюсь, при встрече. Так, переходим дальше. Это френд хаус, о котором мы только что говорили. Изнутри выглядит таким образом. В данном отеле применяли максимально натуральный материал, и в то же время использовали современный стиль, современный дизайн. Теперь мы немножко вернемся назад и рассмотрим те технологии, о которых мы говорили перед этим. Теперь по поводу самана, по поводу тех же блоков, буквально пару слов. Да, кстати, те все фотографии, которые я вам показывал по работам Юрия Рынтовта, вы можете найти в интернете. Можно найти там его контакты, связаться с ним, обсудить какие-то возможности сотрудничества. Могу от себя предупредить, что человек очень занятой, работает очень качественно, медленно, с удовольствием и за нормальные деньги. Поэтому связывайтесь, как бы можно договориться, он сделает хоть дизайн квартиры, хоть коттеджный поселок спроектирует. Сайт называется rentopt.com. Можно в интернете набрать Юрия Рынтовта в гугле, и вы найдете очень много его работ там, где используются натуральные материалы. Данным строительством Юрий занимается уже порядка 20 лет, если я не ошибаюсь. Он начинал с мебели, а сейчас перешел к таким объектам более глобальным, что ли, более крупным. Если сравнивать то, чем занимаюсь я, и то, что делает Юрий, то я могу без лишних претензий сказать, что я занимаюсь народным промыслом, а Юрий Рынтовт занимается высоким искусством. То есть то, что делает он, это уже на таком уровне, что можно сказать, что это эксклюзивные вещи. То, что стараюсь делать я, это можно больше относить к народным промыслам, к народному творчеству. То есть то, что будет максимально близко, максимально доступно для большей части людей. При желании мы во многом можем пересекаться, хорошо друг друга понимаем. Теперь по поводу саманных блоков. Один из объектов, который вы посетите через неделю, это дом из саманного блока Тараса Палатного. Он вам об этом доме расскажет более подробно, сможете больше послушать и больше посмотреть. Обратите внимание на перемычки. В качестве перемычек используется довольно-таки широко бревна обычные. Перемычка в саманном доме, который на Сокарках. Посетить его не получится, потому что, к сожалению, у заказчика другие планы и задачи для этого дома. Вот так этот домик выглядит снаружи. Сделан из саманного блока. В данном доме тоже используется обязательно армирование. Через каждую ряду укладывалась сетка металлическая. В качестве кровли используется красная черепица. Цокольный этаж сделан из красного кирпича. В этом году запланирован глиняный пол на первом этаже. Если получится договориться с хозяином, то будет возможность туда и прийти, и посмотреть, и поучаствовать в создании пола. Но вообще, к сожалению, те объекты, которые являются коммерческими, те, которые действительно хотелось бы показывать и говорить о них с большой гордостью, они очень часто становятся недоступными, просто потому что хозяева не считают нужным это кому-то распространять, как-то рассказывать о коммерческом. Так, вот это те технологии, которые применялись довольно широко, которые можно отнести к более дешевым, которые позволяют процесс строительства ускорить. Технология называется закид. Используется деревянный каркас. На этот каркас снаружи, с двух сторон, набиваются ветки, либо дранка, либо какие-то мелкие брусочки, палочки, все что угодно. Можно плетень использовать, и вовнутрь закидывается глина, саманная. Особенность этой технологии в том, что вы можете сделать стену вывести гораздо быстрее. Недостаток технологии в том, что глина дает достатку в дальнейшем, и получается, что вдоль всего каркаса у вас образуются небольшие щели. Это единственный недостаток. Ну, преимуществ тоже довольно много. Так, 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 так. Вот это процесс строительства показан. По такой технологии, которая называется либо закид, либо мазанка, либо закидон. По-разному называют этот вариант. Построено очень много домов на территории Украины, в Германии много домов. Ну, и чуть-чуть более подробно мы о них еще расскажем. Пахверковые дома построены по похожему принципу. То есть используется неделовая древесина, создается каркас, и потом вовнутрь забрасывают саманную смесь. Основная нагрузка приходится и на каркас, и на саман. Так, по поводу других технологий строительства с использованием саманного раствора. Один из вариантов – это опалубка Вайсбург. Очень хорошая технология, простая. Опалубка применяется передвижная. Так, вопрос от Евгения. «Расскажите про порядок закладки коммуникаций». Коммуникации закладываются еще до того, как вы начали заливать фундамент. Это то, что касается отвода и подвода воды. Если говорить более подробно, то лучше этому уделить мания Валера, который будет рассказывать о самованном строительстве. И вот Виталик еще добавляет, что про коммуникации будет говорить завтра. Если говорить о тех ситуациях, когда возникают форс-мажоры, и вам нужно добавить коммуникации в уже существующую конструкцию, проблемы сделать это в саманном, либо в соломенном строительстве вообще нет. Потому что с этими стенами намного лучше работать, чем с какими-то железобетонными конструкциями, или с современными материалами, с тем же кирпичом. Но для глины, для глинобита, для саманных стен, вопроса закладки и коммуникации, как таковой, проблемы нет вообще. Опалубка Вайсборта. В чем ее особенность? Было два вопроса. Во-первых, рассказать о пустотах. Делаются ли кирпичи с пустотами? Да, делаются. Отвечаю. И был вопрос рассказать подробнее о том, что это за опалубка, где она применяется. Применяется для строительства монолитных стен. Причем во время возведения строительство ведется таким образом, чтобы стена лучше высыхала, и чтобы была возможность строить быстрее, используется передвижная опалубка. И в результате использования этой опалубки получается пустотах стенок, которые можно дополнительно заполнять. чем угодно, как вы посчитаете нужным. Либо утеплителем, либо в эти же пустоты можно закладывать каркас. То есть в некоторых случаях по углам в эти стены закладывают арматуру и заливают бетонные столбики. То есть делают таким образом дополнительное укрепление всей конструкции всего дома. Либо в некоторых случаях вставляют деревянные бревна, которые дополнительную прочность конструкции добавляют тоже. Если говорить о преимуществах, если речь идет о прямоугольном здании, там, где нужно сделать более-менее ровные стены, и нету никаких особых изысков с дизайном, то эта опалубка подходит очень хорошо. Специалист по этой опалубке и приобрести эту опалубку можно в городе, который называется Радумыш. Буквально вот мне три, наверное, назад мы были там у Сергея Боженко. Так, вопрос от Владимира. Что лучше, монолит или монолит с пустотами? Выбирайте для себя сами. Тут как бы однозначного критерия нет. Если вы хотите, чтобы была больше теплоемкость, больше термальная масса, делайте монолит. Если вы хотите, чтобы стена была более теплая, лучше как бы сохраняла тепло, и хотите меньше труда затрат, то делайте саман с пустотами. Один из нюансов, который могу сказать по опыту Сережи, для себя я это применял. Сергей Боженко эти опалубки применяет довольно-таки широко и для технических зданий, и для жилых сооружений. Он все время при строительстве из самана обязательно в саманный раствор добавляет коровяк. Или, грубо говоря, коровьи какашки. Хотя бы там, не знаю, пол ведра на куб раствора. То есть в малом количестве, но добавляет обязательно. Почему он считает, что это важно? Я, в принципе, во многом с ним согласен. У коровьего навоза есть очень приятные свойства. Именно у коровяка. Не у навоза, который перепрел, а именно у коровьих какашек, не знаю, как назвать это по-другому. В общем, коровы производят удивительный продукт, который обладает особыми свойствами. От этого никуда не денешься. Это можно просто применять. Это широко применяли и предки, и будут применять, не знаю, наверное, все тысячелетия вперед, которые будут. Особенность в том, что в этих домах очень особый воздух. Он сохраняет такую атмосферу, как будто бы недавно прошла гроза или прошел дождь, и в доме очень комфортно и очень хорошо дышится. Еще как бы особенность добавления навоза в том, что стены становятся более, более антисептическими или более дезинфицирующими. Не знаю, как это более правильно сказать. Но у них появляются дополнительные свойства. Они дополнительно борются с грибками, которые в воздухе есть. И все это благодаря именно использованию коровьего навоза. Материал уникальный, интересный. И на практике он показывает, что его хорошо применять и для стен в малых дозах, и для штукатурки в большом количестве. Идем дальше. Вот так вот выглядят стены, которые сделаны с опалубкой Вайсбурта. Стоимость опалубки, по-моему, там один комплект обходится порядка 8 до 10 тысяч гривен. Вопрос от Татьяны по поводу конского навоза. Евгений, могу сказать, что вы не правы. Действительно, очень плохой, неприятный запах дают современные материалы, но нам почему-то кажется, что когда воняет химией, это более благородно, чем когда пахнет навозом. От себя могу добавить, что если вы используете коровий навоз для штукатурки, то он добавляет пластичности. Если используете конский навоз, у него очень хорошие волокна, и они добавляют структуры, и получается, что штукатурка выходит более прочная. Плюс ко всему, дополнительно, ферменты, которые содержатся в лошадином и в коровьем навозе, они добавляют прочности и долговечности, и меньше штукатурка реагируют с водой, меньше размывается. Используется ли для сама на яйцо? Если у вас очень много, не знаю, птицеферма какая-то, или очень много яиц, то, конечно, можно применять, но я бы применял, наверное, только для штукатурки, потому что это все равно не дешевое удовольствие совершенно. Если немножко отвлечься и рассказать в двух словах о практическом опыте, был интересный случай, когда саман, который был уже приготовлен для штукатуривания, пришлось запаковать на неделю и уехать на другие объекты. И после недели, когда вернулись, этот саман лежал запечатанный, завернутый для того, чтобы не высыхал. Штукатурный раствор был именно сделан, он был довольно-таки жидкий. И этот раствор, он появился там не очень приятный запах, это все начало бродить. Выбрасывать это все было жалко, и мы, ну, как это сказать, закрыли нос, подумали, посовещались и решили это все нанести на стены. Потому что солома сохранилась, слой был тонкий, высох он очень быстро, и запах этот улетучился, получилась отличная, нормальная штукатурка. И про это забыли. Спустя где-то год или два, после того, как была возможность эту стену наблюдать, заметили, что некоторые части стены лучше противостоят как бы осадкам. Получилось в результате, что саманная штукатура, которая слегка забродила, она намного лучше противостоит влаге и намного лучше сохраняет свою структуру. Это произошло из-за того, что вот эти вот процессы брожения, которые происходят в самане, если он очень долго брожения в штукатурке, они добавляют прочности. Происходит что-то похожее на те процессы, которые происходят в желудках у коров. Так, надеюсь, звук пропал только у Максима. Идем дальше. Так, это домик, внешний вид снаружи, который сделан с применением опалубки вайсбург. Спасибо, Саша. Со звуком все нормально. Идем дальше. Еще одна технология, там, где применяется глина, в большом количестве, точно так же в эту глину добавляют песок, но в глину не добавляют солому. Вопрос от Максима. На предыдущем рисунке поверх Самана бетонный пояс. Да, на уровне, как бы, на том уровне, где крепится крыша, полностью по всей поверхности, по всей поверхности Самана сделана Саманная обвязка, бетонная обвязка. Если опираться на нормы строительные для Крыма, Саманную обвязку рекомендуется, ой, рекомендуется Саман на уровне первого, второго этажа, или на уровне крыши, обязательно соединять армирующим поясом. В некоторых случаях мы это не делали, в некоторых случаях по желанию, как бы, самого заказчика это выполнялось. В большинстве случаев я разницы особо не замечал. Конечно, если дом большой, высокий, там, и большая нагрузка, это желательно сделать. И этот пояс обязательно нужно армировать, не просто там бетонная стяжка, действительно с арматурой должно проходить. Так, 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 так. Надеюсь, я ответил. Теперь переходим к глинобиту. Глинобит довольно-таки интересная технология. По справочникам советским глинобитные стены могут быть прочнее, чем стены из саманного кирпича. С чем это связано? С тем, что используется монолит. Глинобит меньше дает усадку и позволяет строить дома быстрее. Для глинобита саманная смесь перемешивается в полусухом состоянии, то есть не используется замес раствора мешалкой, а глину в ее сыром состоянии, в ее естественном виде, так сказать, измельчают максимально, потом засыпают в опалубку и тщательно трамбуют. Насыпают слоями где-то по 12 см и утрамбуют почти вдвое, точно так же, как для землебита. Особенность строительства из глинобита в том, что процесс можно ускорять. Больше требований к самой смеси, то есть в нее тоже добавляют песок и требуется глина более высокого качества. Но есть возможность строить быстрее. Еще очень важно, если вы строите с применением длинобита, обязательно тоже изготавливать тестовые кирпичи или блоки, проверять их на прочность. Ну вот тут вот показан процесс строительства с использованием современной опалубки. Ее хорошо видно вот на заднем плане. Вот здесь вот используется опалубка, которой можно регулировать наклон стен, там очень четкая регуляция и очень высокая прочность. Такие опалубки, к сожалению, дорогие. Можно строить с применением более дешевых конструкций, более дешевых систем. более дешевых технологий. Если есть желание, много очень видео по длинобиту и много фотографий по длинобиту есть в группе экологическое строительство. Так, так, так. Если вы заинтересованы как бы в использовании именно этой технологии, рекомендую почитать книгу, которая называется глинобетон и его применение. Используются технологии, которые подходят для глинобита, для землебита. Используется и опалубка, и прессование блоков. Подробная книга, в которой описал все автор гернат минке. Я сейчас подробно ... гернат минке, глинобетон и его применение. рекомендую книгу найти в интернете. Книга зарубежная, немецкая, автором стрит, по-моему. И есть хорошая книга нашего автора, который как бы при Советском Союзе еще писал толковые книги по такому строительству. Называется книга «Сельский дом своими руками», по-моему. Автор Александр Шепель. Для глинобеток, когда речь идет о строительстве одноэтажных, двухэтажных зданий в Европе, в Америке, в большинстве стран, в том числе в Советском Союзе. Вопрос от Якова. Где взять ссылки, которые вы пользуетесь, на которые ссылаетесь? Отвечаю, для участников вебинара все ссылки, которые мы применяем, все книги, о которых идет речь, все фотографии и видео, на которые будут ссылки, обязательно вам вышли в Питалии и Фасоли по завершению вебинара. То есть все это вы сможете изучить более подробно. просто сейчас нет времени на все это вас отправлять, чтобы вы не отвлекались от основной темы. Виталик, спасибо. Так, по поводу глинобетона, то, что хотел сказать, или землебита, или глинобита. В большинстве случаев в глинобетон, так называемый, добавляется от 3 до 5 процентов цемента. это есть пожелание такое в этих строительных нормах. В большинстве случаев это не делалось раньше. Сейчас в современных нормах это есть. Если у вас нет предубеждения или нет какого-то не совсем хорошего отношения к цементу, вы можете это делать. Цемент действительно позволяет ускорить некоторые моменты и добавляет прочность. От 3 до 5 процентов цемента, не больше. в чем особенность строительства с опалубкой, если вы делаете глинобит? Особенность в том, что стены очень часто сохраняют красивую гладкую структуру, но в то же время они очень дают разнообразные волны, какую-то можно добавлять и очень часто эти стены оставляют не оштукатурены. Для того, чтобы оставить стену не оштукатуренной, чтобы не было затрат на дополнительные штукатурные работы, надо делать больше вынос у крыши. Это является обязательным условием. Если речь идет о большом выносе у крыши, то это хотя бы полтора метра. То есть вокруг всего дома делается большая открытая терраса. Большая открытая терраса. И эта терраса используется вами для того, чтобы сушить белье, тушить травы, отдыхать во время летней жары, прятаться от дождя. То есть максимально много функций на эту террасу увязывается. Это действительно очень функциональный элемент. И дополнительно эта терраса позволяет вам не защищать какими-то современными дорогими способами глиняную стену. Поэтому у нее есть очень много преимуществ. Теперь немножко по поводу истории. Кстати, у многих на этом этапе возникает вопрос по поводу инсоляции помещений, по поводу попадания солнечного света. Если речь идет о летних периодах, то дом будет сильно перегреваться, если будет сильно много света попадать в дом. Если речь идет о том, чтобы дом хорошо прогревался зимой, то используя правильный вынос у крыши, вы сможете отрегулировать все таким образом, чтобы солнце зимой, когда опускается ниже, чтобы оно хорошо освещало помещение. И света будет хватать, и инсоляции будет достаточно. Зимой, если вы хотите, чтобы дом не перегревался, вот такая большая терраса, она будет дополнительно дом защищать от перегрева. Вопрос от Александра, можно ли делать глинобитные дома округлой формы? Конечно, можно. Проблемы в этом никакой нет, это вполне приемлемо и нормально, они даже будут прочнее, в этом есть преимущества. Единственное, то, что усложняется, это придется делать округлую опалубку. В этом есть ряд сложностей. Круглая опалубка это довольно-таки непростая задача. Пиши, как в Китае, откроют ли доступ к свету? Хороший вопрос. Я, честно, признаюсь, есть в жизни вопрос, на который отвечать не могу. Но, теоретически, могу предположить, что это очень хороший вариант крыши, потому что они больше защищают от воды и благодаря своей форме дают возможность дополнительно стенам быть освещенным. Вот, кстати, по поводу Китая. большая часть глинобитных стен для фортификационных сооружений была сделана именно из глинобита. То есть, очень большая часть китайской стены была сделана из глины, потому что строить надо было из максимально доступного местного материала. это та часть стены, которая была сделана из камня. И теперь плавно переходим к технологии, которую широко применяли в России буквально лет 200 назад использовал эту технологию архитектор Николай. Почему? возникла необходимость в такой технологии, потому что Николай Львов еще в те времена был обеспокоен тем, что очень много изребляется леса для того, чтобы строить дома, и дома получаются недостаточно пожаробезопасными. То есть, если бы Николай жил в наше время и увидел, сколько сейчас используется древесины, и каким образом сейчас вырубаются леса, то он бы, наверное, был просто в шоке от всего этого. Для того, чтобы найти дешевую, доступную технологию практичную, он ездил во Францию, обучался там этому дополнительно, и привез оттуда технологию, которая во Франции называлась Лапеса, у нас это называется землебит. Один из лучших примеров землебитных технологий, которые сохранились хорошо в Ленинградской области, это Приорадский дворец в Ганщине, который был построен приблизительно 180 лет назад. Стены, забор вокруг этого дворца сделаны из землебита, то есть используется земля, в которой содержание глины колеблется от 20 до 40 процентов. То есть для строительства стен по землебитной технологии у нас применяется глина, в которой применяется земля обычная, в которой содержится хотя бы от 20 до 40 до 50 процентов глины. Подходят углинки иногда тощи, тоже тестировать необходимо. Для строительства башни на данном слайде, если посмотреть, использовался обожженный кирпич. Данные стены строили в течение одного сезона. Использовался и землебитный кирпич, и использовалась опалубка, и та, и другая технология применялась. Через каждые 12 сантиметров, которые утрамбовывали землей, обязательно стены проливали известковым молочком с добавлением цемьянки. Цемьянка это красный кирпич, мелкодробленый, который добавляет известковое молочко. По пожеланию архитектора, он очень много вложил своих сил и очень много провел экспериментов именно на этом данном объекте. стены снаружи не оштукатуривали в течение 50 лет, если я не ошибаюсь, но очень какая-то большая цифра. Единственное, что сделали для защиты от воды, это на уровне между первым этажом и вторым этажом установили капельник, сейчас более подробно покажу, как это выглядит, и стены снаружи покрыли так называемой скепидарной водой. Что такое скепидарная вода, во многих справочниках искал, к сожалению, не нашел, но от себя могу добавить, что скепидар дает возможность стенам дышать, если он разбавлен, довольно-таки сильно разбавлен, он дает маслянистую пленку и в то же время отталкивает воду. У него есть ряд преимуществ. обратите внимание на слайде на уровне между первым и вторым этажом используется так называемый капель. Это полностью по всему периметру используется такой небольшой бортик, благодаря которому вода, которая иссякает по стенам, не задерживается ни на фундаменте и не задерживается на стене. Теперь по современной технологии, которая использует варианты с землебитом. Современная технология, в которой применяется земля. Земля насыпается в разрыхленном виде в большие длинные мешки, в рукава, либо в маленькие короткие мешки. Эти мешки укладываются друг на друга, утрамбовываются и в дальнейшем эти конструкции оштукатуриваются снаружи либо глиной, либо с применением цементной штукатурки. Такие технологии применялись довольно-таки широко лет 40 назад. Впервые были изобретены над Эрмхалили. Сейчас в Калифорнии существует огромный институт, который заменивается именно этими вариантами строительства, изучает это активно и это все продвигается очень хорошо в массы. В чем преимущество такого строительства? Преимущество такого строительства в том, что дом строить можно быстро, мешки используются как несъемная палубка, то есть они потом замуровываются в стены. Дома благодаря своей купольной конструкции получаются достаточно прочными. Если вы строите в сейсмоактивной зоне или где-то где есть возможность землетрясений, то особенность этих домов в том, что они выдерживают землетрясения до 6 баллов. Такие дома абсолютно пожаробезопасны, они не боятся наводнений, за счет своей формы там очень правильно распределяется тепло, воздух и происходит освещение. Если эти дома делать округлой купольной формы, они добавляют прочность. Если вы делаете прямоугольные конструкции, там необходимо укреплять углы дополнительные. Лучше делать именно округлые. Показан процесс строительства. Опять же, в группе экологическое строительство есть несколько фильмов по поводу этой технологии, там где подробно это все описывается, рассказано, как это все набивается, затрамбовывается. В чем преимущество такого дома? Строить можно без остановки, то есть в течение месяца-двух, если у вас есть много помощников, много рабочей силы, можно полностью выгнать стены. Для строительства используется земля либо суглинок. Важно, чтобы в этой смеси было хотя бы процентов 20 глины, то есть так же, как для землебита или для глинобита. Снаружи обязательно эти мешки надо закрывать от солнца, потому что на солнце не разрушаются морозы, влага на них никак не воздействует. После того, как эту технологию начали изучать более подробно, многие пришли к выводу, что это одна из лучших технологий, которые есть в мире. То есть она действительно дешевая, позволяет строить быстро и позволяет применять местные материалы, практически не используя дерево. Можно ли использовать хлопчатобумажные мешки? Можно использовать мешки хлопчатобумажные, но это будет, во-первых, дороже, а во-вторых, мешки хлопчатобумажные в нижней части есть вероятность, что будут слегка подгнивать, особенно на первое время, пока эта стена не высохла. Я бы использовал полипропиленовый мешок и использовал бы полипропиленовый мешок, я не переживал по поводу не совсем экологичности этого материала. Я думаю, что токсичность этой всей технологии сведена к минимуму. Вопрос от Ивана, можно ли использовать эту технологию для сырых помещений? Я считаю, что можно, но у меня лично такого опыта не было. Для того, чтобы эти стены не прорастали, их трамбуют в полуфиром состоянии и возможности, что там потом что-то прорастет, практически отсутствуют, потому что земля утрамбовывается, высыхает и становится еще более прочной. Если говорить о практическом опыте, то как только вы попробуете сделать хотя бы небольшую постройку по этой технологии, вы поймете, что у вас происходят какие-то изменения в психике, особенно если вы строитель с опытом. Очень тяжело себе представить, если вы строили всю жизнь из кирпича или из дерева или строили, допустим, из панелей каких-то. И тут в какой-то момент вам говорят о том, что можно набрать мешок земли, которая протестирована, в которой есть глина. Этот мешок с землей утрамбовать и из этого получаются стены. Это сложно очень воспринять как адекватную информацию, но могу сказать, что эта технология действительно очень интересная, она заслуживает большого внимания. Толщина стен получается порядка 50 сантиметров. Стена выходит очень прочная, достаточно теплая, она плохо не перегревается в жарком климате. В наших условиях, где есть морозы, она позволяет хорошо отапливать помещение. То есть плюсов очень много. И основная причина, по которой мы не строим по этой технологии, это, наверное, наш менталитет. Нам еще сложно что-то поменять в своей голове, но пройдет, я думаю, лет 20, и эта технология будет применяться очень широко. По поводу крепления штукатурки, основные вопросы, которые возникают во время укладки мешков с землей на разных уровнях, можно через каждые три ряда, можно через два ряда. В шахматном порядке между рукавами можно закладывать колышки. Небольшие колышки, где-то сантиметров 20-15 длиной, которые будут уходить в стену. И к этим колышкам потом в дальнейшем вы будете крепить либо сетку, либо дранку, либо крепить штукатурную проволоку какую-то. В общем, на сами мешки штукатурка ложится довольно-таки плохо. А если заложить колышки либо какие-то металлические штыри, которым потом сетку закрепить, то держаться будет достаточно хорошо. Так, по поводу того, являются ли такие стены достаточно дышащими. Да, могу сказать, что такие стены дышат достаточно хорошо, по той простой причине, что эти мешки полипропиленовые, они не являются гидроизоляцией, они пропускают хорошо и пар, и точно так же будут пропускать хорошо воздух. если рассматривать эту технологию в дальнейшем и говорить о том, как она может развиваться у нас, там, на Украине, в России, какие есть недостатки, то единственный недостаток, который вполне решаемый, это придумать, как сделать хорошую крышу, хорошую гидроизоляцию над купольной формой. Есть несколько вариантов. Один из понятных и доступных это использование битумной мастики снаружи. А если говорить о еще более простых решениях, это делать над купольным зданием, делать обычную крышу. То есть, это крыша, которая будет не утеплена, и ее основная функция будет защищать купол от намоканий. если говорить о скорости строительства, небольшое помещение техническое, первое, которое мы делали, там, 18 квадратных метров, просто тестировали эту технологию, два подростка построили за 4 недели, как бы вообще не напрягаясь. То есть, можно строить довольно быстро. И если говорить о том, можно ли это применять в нашем климате, да, это можно применять у нас, единственное, что под такой дом нужно делать хороший фундамент, потому что стены получаются довольно-таки тяжелыми, такими же, как саманные, допустим, или такими же, как стены из землебитных. Переходим дальше. Процесс строительства. Очень четко надо проверять, регулировать горизонтальность стены, или наклон стен. Все должно происходить равномерно. И важно, чтобы кирпичи, мешки после того, как утрамбованы, были достаточно горизонтальны сверху. Так выглядит штукатуренная стена. домиками, вот так выглядят стены домика, который строится возле Харькова на Украине. Мешки используются бэушные. Для того, чтобы защитить их от ультрафиолета, на первом этапе мешки снаружи просто обмазывали глиняной болтушкой, для того, чтобы они меньше разрушались. В дальнейшем запланирована ядерновая крыша. И домик этот строит семья, используя свой собственный ручной труд. Не применяются особо тяжелые техники, только для того, чтобы бревна установить наверху. Но такие мощные перекрытия понадобились для того, чтобы сделать потом зеленую крышу. Крыша будет довольно-таки тяжелой, поэтому бревна заложены капитальные. по рекомендации изобретателя и архитектора, который создал эту технологию, через несколько рядов мешки, точнее, между мешками прокладывается колючая проволока, для того, чтобы дополнительно эту конструкцию укрепить. Из своего опыта могу сказать, что мы колючую проволоку иногда не применяем и на прочность на мой взгляд это влияет. Конечно, если активная зона какая-то и вы хотите перестраховаться, то колючую проволоку применять следует. Для того, чтобы делать арочные какие-то элементы над дверью или над окнами, применяется опалубка. это проект самого дома. Если есть вопросы по землебиту, по мешкам, пожалуйста, задавайте. У меня есть еще буквально две минуты для того, чтобы по землебиту, по мешкам сделать дополнение. После моей презентации, после моего семинара, где-то через минут 10, мы сделаем сейчас небольшую паузу, через минут 10 будет большая лекция, большой семинар по строительству с использованием соломленных блоков и деревянного каркаса. технологии, о которых мы сегодня еще не успели поговорить или варианты защиты стен, которые мы сегодня еще не обсудили, будут в большом объеме обсуждаться завтра более подробно. Вопрос от Олега. Применима ли композитная арматура без железа, ржавчины и так же цепка, как проволока? Я думаю, применима на 100%. Вполне для этих технологий строительства из мешков можно применять современные материалы. Единственное, важно соблюдать то же условие, что снаружи штукатурка воздух должна пропускать лучше, чем внутри. Как мешкам изнутри крепить батареи, мебель и так далее? Вопрос от Дмитрия. Землебит, глинобит и любая уплотненная земля, она через 2-3 недели, может через месяц становится настолько прочной, что в нее можно забивать анкера и крепить довольно-таки тяжелые конкретные предметы. Держит достаточно хорошо, лучше, чем ракушечник во многих случаях. так. Спасибо. 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 Продолжение следует...